и всем привет вы снова на канале манго стрим и сегодня мы поговорим о пятой части джорджу золотой ветер будет интересно но сперва небольшое вступление или если хотите прелюдия раки знаешь за это время много чего произошло я подумал и решил что нам нужно расстаться понимаешь дело не в тебе а во мне бро прекрати помнишь как нам было весело помнишь шторм хайма а помнишь гиу тебе-то нравился за ворду а помнишь джозефа помнишь ты просто обожаешь а помнишь помнишь чатара и его яра-яры ты сам до сих пор говоришь до ракета это действительно было замечательно ну что-то изменилось джорджу стал другим все стало таким приземленным где не хочу опять читать про обычных японских школьников и их проблемы тебе не нравится школьники не проблема хоп и теперь главный герой мафиози до взаимоотношения стали жестче смертей стало больше герои не внушаются убивает своих врагов ставки повышаются с каждой главой продолжу о тебе понравилась идея с бастардом джоски так вот теперь главный герой сын дио из тела джонатана так что да ментально он тоже джостар боже мой раки продолжай ты хотел снова road movie ты его получишь герои колесят по всей италии в поисках своей цели битвы на яхте битва на самолете битва в поезде гонка со смертью вернулась ты любил колизей во второй части так тут снова будет колизей ты любил третью часть так специально для тебя я впишу сюжет персонажа из третьей части раки я я даже не знаю что сказать а еще ты хотел сильного антагониста который внушает опасность одним своим видом ты его получишь вот босс мафии раки неужели все это ради меня конечно же да все будет хорошо разве я тебя когда-нибудь обманывал и так мои уважаемые друзья как вы поняли на повестке дня у нас пятая часть джо джо и если манка была написана в 1995 то аниме адаптация случилась только в 2018 само аниме вполне дословно следует букве и духу оригинальной манги но имеет небольшие проблемы с переменной цветовой палитры костюмов некоторых персонажей что для людей может вызвать недопонимание также невооруженным глазом можно увидеть падение качества анимации и большое количество статичных кадров если анимация в сцене сделано хорошо то будьте уверены эту анимацию повторят еще два или три раза зачем добру пропадать верно ну а в целом адаптация вполне хорошо подходит для просмотра но давайте уже о главном время снова движется вперед но как и в случае с четвертой частью не происходит резкой смены поколений спустя два года после событий в море койчи и хироса один из главных героев четвертой части прибывает в аэропорт неаполя в италии и по заданию джота ракужа он должен найти нашего нового главного героя уже традиционно мангака помогает читателям легче принять следующую историю и героев показывая начало каждой новой части с перспективы старых персонажей мы уже наблюдали как вторая часть начиналась с перспективы спидвагона в третьей мы следовали за постаревшим джузефом а в четвертый город морео прибывал лично джотара куджу но в этот раз араки решил не сильно концентрироваться на старичках и койчи хироса будет фигурировать лишь в первой арке а потом все софиты будут направлены на новых персонажей которых ждет беззарная гонка со смертью через всю италию но обо всем по порядку хару но чего банна также известны как джорно джо ванна наполовину итальянец наполовину японец 15 летний подросток проживающий в школе-интернате и по совместительству сын вампира дио который был антагонистом третьей части истории и теперь джорно джо ванна наш новый джо джорно джо ванна одиночка который занимается мелкими кражами и обуманом туристов и его путь беспризорника все более и более приближает героя к становлению настоящим мафиози и вот джорно решает следовать за мечтой он решает стать не просто мафиози а главой всей итальянской мафии чтобы как он выразился вернуть мафию на путь благородство и положить конец темным делишкам да вы все правильно поняли в подростковых головах всех главных героев поселилась мысль что мафия это такие благородные разбойники которые берут у богатых и отдают бедным при этом защищают слабых противостоят коррупции а главное они способны покончить с произволом наркоторговцев и да пожалуй именно настолько наивная мысль и цель вполне подходит подросткам и поэтому джорно гордо заявляет что отныне у него есть мечта и он будет к ней стремиться несмотря ни на что и для этого нужно стать главой мафии у джорно очень сильный стенд gold experience и он способен создавать жизнь да в рукопашной схватке ему далеко до старплатинума из третьей части или даже до крэйзи даймонда из четвертой части но создание жизни это действительно почти божественные возможности а уж то что джорно может пули в теле союзника превратить в новые органы приносит в команду нового сильного медика снова обнуляя все раны и существенно понижая ставки правда хитрый араки умудрился как минимум один раз сыграть на ожиданиях и это было славно к слову в дизайне джорно улавливаются элементы с божьими коровками которые символизируют жизнь и возрождение а сам gold experience по заверению араки основан на жуке скоробей который в древнем египте являлся символом творения а вы помните что джорно это сын дио и одной из его наложниц так вот история не будет на этом акцентировать внимание и никаких сил вампира у джорно нет зато чисто технически учитывая что тело дио в третьей части это тело джонатана то наш новый герой несет в себе генокод джостаров действительно интересная идея показать персонажа которым воплотились и дио и джостар вот только никаких ситуаций или сюжетных поворотов это не принесет ладно ладно все порадовались когда джорно побеждал врага с криком мудо-мудо-мудо-мудо-мудо отсылая нас где у из третьей части но к сожалению дальше таких кивков сюжет не заходит и сразу вспоминается другая важная концепция тянущаяся через все части это противостояние джостаров и дио если в первой части мы наблюдали за противостоянием джонатана и дио вампира во второй части джозеф сражался против того что дало дио силу вампира в третьей части джотара использует стенд чтобы сразиться с дио и его стендом соответственно в четвертой части герои вынуждены сражаться с тем что дало дио силу стенда и вот наступает пятое и сын дио становится новым джоджо круг замкнулся а вселенная схлопнулась но чем дальше мы движемся вперед по рельсам истории тем больше понимаем что джорно джованно не главный герой этой истории барона бучилатти это первый друг который встретится на пути джорно он должен был стать надеждой и опорой с высоким шансом трагической смерти как кейен и цезарь не дадутся врать а акуясу просто оказался настолько тупым что не понял как нужно умирать так что не будем о нем и сперва араки действительно преподносит бруно как бизарного второстепенного персонажа чего только стоит глупые броски и ужинки а также знаменитый вкус лжеца но постепенно шаг за шагом глава за главой араки все больше понимал что именно он хочет сделать с бруно бучилатти мангака превратил бруно в настоящего главного героя этой истории бруно получил и личностный рост через трудности и самую интересную сюжетную линию да что там говорить он настоящий лидер который движет команду к цели араки создал персонажа который элегантно сочетает в себе и черты настоящего босса мафии который требует уважения и при этом показывать мягкость и человеколюбие он действительно верит в то что сможет изменить мир к лучшему он верит что сможет защитить слабых даже если для этого придется перешагнуть через трупы бруно бучилатти полноценный главный герой золотого ветра через его перспективу подается настолько большое количество сцен что невольно удивляешься когда в кадре появляется джорно джо ванна чтобы сразиться с кем-нибудь один на один стенд бруно стики фингерс позволяет создавать молнии как на одежде на объектах которые можно расстегнуть благодаря этим молниям стики фингерс может например ударить стену расстегнуть молнию пройти через дыру и закрыть ее или отстегнуть руку своему противнику в общем большой потенциал для применения суммируя все вышесказанное бруно не просто лучший персонаж золотом ветре он один из лучших персонажей которых создавал араки вообще он единственный кому я по-настоящему сопереживал глядя как он перешагивает через психологические и физические трудности а напряжение созданное при первой встрече с боссом выполнено выше всяких похвал остается только расстроиться что бруно бучила тени джастар но золотой ветер это в основном его история а джорно джованно будет стоять рядом и смотреть почти до самого финала истории угроза семье основной мотив для всех джастаров во все времена и араки продолжает эту концепцию банда это семья ближайшие друзья и боевые братья которые пойдут друг за другом через чистилище в настоящий ад все ради спасения одной девушки ради свержения босса мафии и друг ради друга организация пассионы она же итальянская мафия подпольная теневая империя которая протянула свои щупальца во все социальные и административные слои в стране и на ее вершине стоит босс и чтобы занять его место героем нужно его свергнуть интересной особенностью пассиона было то что для поступления в ее ряды нужно пройти своеобразное испытание которое либо убивала претендента либо наделяла его силой стенда примерно так же как лук и стрелы в четвертой части именно таким поворотом и объяснили огромное количество обладателей стендов в рядах мафии к слову араки где battle royale ну давай же ты идея лежит просто на поверхности неужели ты считаешь что это слишком банально на раке замечу что завязка золотого ветра очень сильно интриговала группа парней стремится зайти на олимп мафии и свергнуть и лидеры я уже начал представлять себе как группа будет медленно но верно продвигаться по иерархической лестнице я начал ожидать настоящие битвы за территорию среди кланов где ставкой будет жизнь а наградой авторитет и когда влияние команды бруно достигнет пика сам босс мафии решится ее устранить и в этой битве погибнет бруно отжорно станет новым лидером и в итоге победит босса и станет главой мафии но этим мечтам не суждено было сбыться ну а поскольку проблемы ожиданий это проблемы ожидающих я просто отмечу что основной сюжет подозрительно линея как только история встает на рельсы она не собирается изменяться и до простые истории у араки получаются всегда лучше чем переусложненные на протяжении манги герой преследует одну цель узнать личность босса мафии и это знание должно помочь им его одолеть и в тот момент когда команда получает задание найти дочь босса триж герои понимают что время почти пришло с помощью триж герои смогут узнать личность главы мафии при этом босс хочет убить дочь самолично потому что опасается раскрытия своей тайны и команда бруно принимает решение действовать теперь мафия что было их домом стала заклятым врагом а героям нужно будет в гонке со смертью нестись через всю италию чтобы помочь триж найти хоть какие-то зацепки на личность босса и традиционно для серии нас ждут беззарные битвы обладателей стендов как в формате поединков так и формате групповых боев одна из ям которую наш любимый мангак и загнал сам себя это количество персонажей в изначальной команде бруно 6 человек и поэтому араки тратит время на то чтобы придумать почему просто так нельзя всем выйти и навалиться толпой то есть персонажей нужно постоянно разделять и мобилизировать ослаблять состаривать и главное подождите мы не знаем что делает в стенд врага и конечно абсурдности ситуации добавляет уже ставшие мемовой фраза стенд юзеры мафии выглядят и одеваются как обычные люди мы не сможем отличить их толпе хотя абсолютно любой читатель сможет с легкостью найти этих бизарных личностей в толпе простых людей но это просто еще один пример традиционной иронии от мастера араки и на этой ноте нам придется коснуться непосредственно спойлеров спойлеры 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 если вы не хотите спойлеров то промотайте ведь это видео вперед на тот момент когда плашка спойлеров исчезнет и так пришло время спойлеров как и в прошлый раз они коснутся финала манги также я хочу поговорить обо всех персонажей команды приключенцев и мне опять придется коснуться антагониста этой части помимо джорна джованна и бруно бучиллати в изначальной команде было еще четыре члена а впоследствии к ним присоединилась дочь босса триж гусары молчать и первым персонажем будет ли он и абаке он самый взрослый и спокойный член банды бучиллати бывший продолженный полицейский по вине которого погиб его напарник его стенд моде блюз словно диктофон воспроизводит происходящее событие поэтому абаке отличный выбор для бизарных расследований воистину хорошая способность для бывшего полицейского смерть леоны абаке у одна из лучших в золотом ветре быстрая и резкая словно настоящий удар в лицо показывающая насколько босс мафии коварен и жесток при неожиданных атаках когда казалось бы герои почти узнали тайну личности босса стоило им разделиться как самый важный для поисков член команды был убит быстро жестко чисто смерть которая прекрасно работает в контексте событий но смерть персонажа не была напрасной и перед своей кончиной его стенд успел запечатлеть на камне след в виде лица босса оставив предсмертный подарок своим друзьям панакота фуга обладатель потенциально сильнейшего стенда основанного на вирусах пропал хейс и так у героев команде есть стенд способный уничтожить всех и все что может пойти не так абдул поджигай помните как в третьей части я рассказывал о том что я недоволен тем что абдул почти не применяет свой стенд хотя это решило бы все проблемы абдул поджигай был мемом на стримах так вот чтобы я больше не волновался и не просил привнить свой стенд араки просто берет и выпиливает персонажа из истории герой применяет свой стенд только один раз в момент представления а потом после встречи бучилати с боссом решает не следовать за своими друзьями и и все до араки я понимаю что такой стенд слишком силен до араки он представляет угрозу и своим и чужим трудно применим в командных боям до араки я слышал что ты хотел сделать из него предателя но потом передумал но араки нельзя же вот так просто выводить персонажей сюжета со словами катитесь пацаны я домой на ранчо гирга самый молодой член команды неожиданно у меня вызывал лишь раздражение всем своим поведением истериками и ужинками да я понимаю что будучи таким дерганым он создает контраст со спокойными бучилати и абакю но блин араки мне не нужен еще один шагичи стенд на ранчи аэросмит является маленьким самолетиком который может находить цели и удачно их расстреливать он очень полезен для разведки да и выглядит оригинально я вот смерти на ранчи я затрону чуточку позднее непосредственно говоря про финал гвидо миста один из самых веселых членов команды он профессиональный киллер а его стенд секс пистолс хорошо подходит для устранения любого врага внутри его пистолета живут шесть маленьких стендов каждый из которых способен оседлать пулю и изменить ее траекторию а потом вернуться к владельцу удобно практично эффективно возможно вы помните мультяшной пули из кинофильма кто подставил кролика роджера но главная способность мисты это его чудовищная неубиваемость он персонаж за плечами которого больше всего битв в манге и он получает больше всего ран постоянно каждой битве порой он получает раны от врага порой от самого себя блин да порой и союзники получают раны от него помните бессмертного акуясу в четвертой части или сколько ран получил порнолев 3 забудьте у нас новый эталон конечно хорошо когда у тебя в команде есть медик который отращивает на лету новые органы но что-то мне подсказывает что с мистой все было бы в порядке даже без медика триж 15-летняя дочь чебоса мафии и хотя она никогда не видела своего отца она его последняя связь с миром и его единственная слабость которой он хочет лишиться это довольно печально если подумать о том что родной человек которого ты никогда не видел на самом деле захочет тебя убить при встрече просто за факт твоего существования триж почти не участвует в сюжете является больше магаффином объектом который всем нужен но что интересно так то что ее стенд spice girls это первый на моей памяти стенд с ярко выраженными феминными формами еще и способные вести беседу и поддерживать свою хозяйку я второе уже встречалась и если лиза лиза во второй части была полноценным персонажем приключения и дарилась с помощью хамона в третьей части араки показывал нам несколько девушек врагов использующих стенд в четвертой второстепенной героини была юкана яма ямагиши то в пятой части обладатель стенда триж наверняка стала последней ласточкой для экспериментатора араки и глядя на то как она понравилась публике хитрый мангак и сделал свой ход но об этом мы поговорим следующий раз от дочери мы плавно перейдем к отцу босс мафии он же глава пассиона главный антагонист золотого ветра а еще у него раздвоение личности точнее босс настолько труслив что придумал себе лучшего подручного которого он отправляет в бой и положа руку на сердце разделение на босса и допио оказалось довольно увлекательной идеей которая принесла много веселых моментов чего только стоит бой допио и главы убийц где ты как читатель даже не знаешь за кого болеть потому что оба персонажа антагонисты стенд босса называется king crimson и это очередная могущественная сила завязанная на манипуляции временем уже традиционно king crimson может стирать промежутки времени удалять неугодные себе события и вражеские атаки а также способен ненадолго заглядывать в будущее в общем баланс но финале манги происходит такой винегрет что силы босса будут казаться просто незначительными и не откладывая на долгий ящик пришло время коснуться финала манги финал произведения это уже традиционный цирк с конями в колизее время кульминационных событий герои меняются телами в результате действий стендер и с одной стороны это не самая плохая идея потому что босс теперь спрятался среди основных героев и намечается своеобразная игра в мафию мафия играет в мафию какая ирония причем тело бруно умирает но его душу переместили в другое тело и возникает интересная мысль захотят ли герои остаться в новых телах чтобы спасти своего друга готовы ли все отказаться от своих тел ради жизни товарища особенно проблемно в этом плане будет поменявшимся триш и месте но ораки к сожалению не решается вступить в этот разговор вместо этого он слишком сильно затягивает момент возвращения в основные тела и также как мне кажется совершает очень большую ошибку следующим действием внимательно посмотрите на эту картинку у меня с ней огромные огромные проблемы правильно подобранная атмосфера опасности осознание что враг среди нас миг и мы видим смерть одного из героев отлично выстроенный карточный домик рушится из-за двух факторов 1 сейчас умер не джорно а на ранча потому что на ранча в теле джорно вместо мгновенного шока от произошедшего читатель вынужден вспоминать кто сейчас в чем теле сильный момент безнадежно упущен 2 фактор наличие в команде медика который постоянно залечил и более страшные раны подсознательно читатель уже каждый раз реагирует ну сейчас починят но нет это смерть через некоторое время оказывается окончательной но момент безнадежно упущен момент создается именно в первую секунду именно в тот миг когда мы слышали заворуду и видели пробитого кокеина мы понимали что это конец мы не думали о медиках мы не пытались вспомнить кто сейчас в теле кокеина у читателя был миг и в этот миг увидели смерть и понимали что это конец действительно жаль что раки так старательно роют себе ямы и так старательно в них падает даже казалось бы уже отработанных элементах в общем финал со сменой тел на мой взгляд получился очень очень спорным а ведь потом еще был пикачу реквием ладно давайте на этом мы закончим со спойлерами и перейдем непосредственно к рейтингу золотой ветер оказался для меня еще более спорным чем несогрушимый алмаз с одной стороны вернулась гонка со смертью road movie через всю италию битвы на поездах в самолетах катерах автомобилях постоянная смена обстановки и командное взаимодействие а также пятая часть представила одного из лучших и проработанных персонажей с путем героя и личностным ростом бруно бучилатти при этом с другой стороны араки слишком много вещей делает спустя рукава а развязки некоторых линий не приносит удовлетворения у истории чувствовалось мощнейшая потенциальная линия жаль затронутым оказался только первый слой и поскольку этот топ как и все мнение по большей части субъективной то скрипя мозгами я поставлю золотой ветер между склонностью к битвам и несокрушимым алмазом говоря о новом джорджо джорно джованно хочется только плакать огромное количество интересных идей просто лежат на поверхности араки от них отворачивается я действительно ждал встречи джорно и джатара ведь встреча с убийцей отца могла оказать влияние на персонажа и пусть у джорно нет эмпатии к своему отцу так или иначе он наверняка задумывался о нем и наверняка хотел бы получить ответы на свои вопросы от последнего человека который видел его живым и даже больше встреча с сыном своего убитого врага могла оказать влияние на джатара как персонажа вы прокричите что это клише возможно все зависит от того как обыграть и данную ситуацию и ведь историю бруно можно было бы прервать на середине убив персонажа и вернув джорно на передний план показать его трансформацию через переживание сделать его новым лидером команды показать конфликты от того что убитые горем члены команды не хотят подчиняться новичку но сближается перед лицом общей угрозы джорно мог бы полностью перенять ролевую модель бруно и превратить его путь героя в свой джорно мог бы расти над собой через ошибки и трудности он сперва бы стал настоящим лидером команды а потом и полноценным боссом мафии после победы в кульминационном сражении но нет араки все это было неинтересно араки мертвой хваткой вцепился в бруно и практически полностью откинул джорно да если бы бруно бучилати был джастаром я бы поставил его на первое место своего топа как лучшего персонажа но увы в джоджо топ должен быть записан джорно паренек у которого была мечта но которого араки лишил пути героя очень очень жаль подводя итог почему каждый последующий обзор больше предыдущего при этом остается гадкое чувство что ты рассказал лишь каплю из того что хотел хочу я спросить сам у себя ну а если серьезно мне вполне нравится золотой ветер это оказалось очень наивная история о мальчишках в духе фильма генерала песчаных карьеров про молодых хулиганов которые верят в добрые и светлые мальчишки идут на смерть ради своих друзей которые являются их единственной семьей когда весь мир их проклинал и ненавидел они стояли опорой друг для друга их маленькое кафе где они любили сидеть за круглым столом было их домом и самым желанным местом остается только расстроиться что в конце манги автор не порадовал нас эпилогом рассказывающим о том что же случилось с выжившими персонажами после финала как это было в склонности к битвам например а перед тем как мы закончим проведите небольшую последовательность джентльмен хулиган герой верх в дырой будущий полицейский мафиози и вот вам картинка в качестве подсказки а ответ на последовательность мы получим следующий раз и на сегодня это все большое спасибо всем кто досмотрел до этого момента поставьте лайк оставьте комментарий если вам понравилось это видео напишите мне какая часть джорджо является вашей самой любимой будет интересно почитать и к сожалению это последний обзор в этом году но не последнее видео у меня еще обязательно будет поздравление всех с новым годом так что оставайтесь на связи и заглядывайте к нам на новогоднюю твич трансляцию подробности будут в группе вконтакте всем еще раз большое спасибо и как говорится со сайка все ссылки в описании видео